МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОСПОДА, СЕГОДНЯ, САМОЕ ВКУСНОЕ, НАВЕРНО, ЧТО ПОЛУЧИТСЯ У МЕНЯ, так это шашлык. Я его сделаю в цыганском стиле. Цыганский, это знаете какой? То, что есть под рукой, то используем. Как в том известном мультфильме «Восемь дней вокруг света» в моем детстве, использую то, что под рукой, не ищи себе другое. Итак, паспарту нам понадобится огарок свечи, кусок веревки. Шучу. Смотрите, что понадобится мне. Я взял четыре вида мяса. Ну, так получилось, что у меня есть обрезки от всего. Есть куриная грудка. Почему бы и нет? Порежу ее кубиком. Кубиком шашлычным. Таким где-то 2 на 2 сантиметра, допустим. Некрупным. Так. Затем у меня есть кусок прекрасной говяжьей ноги. Ни вырезки, ни толстого и тонкого края. Почему? Ну, потому что вот под рукой нету говяжьей вырезки. Из-за этого я мясо это буду мариновать. Мариновать. Мариновать его буду я в кислой среде. Не снимаю здесь. А, нет, вот эту вот жилку следует снять. Это что-то я поторопился. Это все на выход. Это не надо. Так. Больше вроде жилок нету таких основных. Режу тоже кубиком. Все единообразным кубиком. Все можно смешивать, все сорта мяса, потому что они будут жить в одном маринаде. Не в разных. Ходит много мнений, в чем же мариновать шашлык. И я, будучи маленьким поваром, исследовал все маринады. Пока не послушал, как делают это ортодоксы на Востоке. Достался вам кусок хорошего мяса? Зачем его мариновать? Смешал с луком и на огонь. Смешал с луком и на огонь. Но если мясо, так скажем, не годится для жарки, это не баранья корейка, а вот как в моем варианте, окорок бараний. Снимаю его с косточки, кстати, сейчас. Косточка мне не нужна, а мякоть мне пригодится. Это на бульон. Вот так вот. Прям на кожице мясо и твердую часть я немножко удалю и оставлю, чтобы кусочки держались. Жирок. Почему бы и нет? Имеет место быть. Оставлю. Так вот. Восточные люди, если досталось хорошее мясо, ничем его не маринуют. Смешивают с луком, солью, перцем и на огонь. Даже в некоторых вариантах перчат и солят уже в конце, когда мясо готово. И это правильно, потому что он не требует разрыхления. А вот у меня окорок, он требует того, чтобы я разрыхлю дополнительно какой-то кислотой. Я против всегда уксуса, только потому, что люди, бывает, едут на пикник, и уксуса кладут столько в свиной шашлык, что свинина белого цвета. Ее уже можно не жарить. Можно как сашими, так, нарезать и на хлеб. Пальчиком прижал и ешь. Но зачем такие агрессивные кислоты? Понять не могу. Я все время за мягкую кислотность и за более как бы длительный процесс. Можно класть и в мацони, и в кефир. Я сегодня положу, так скажем, в кефир его. Мясо в кефире может лежать где-то, ну, до суток. Оно становится очень нежным. У него не появляется ярко выраженной кислотности. И такой вариант шашлыка я пробовал в Ташкенте. На маленьких шпажках нанизаны небольшие кусочки говядины, а именно говяжьей мякоти с ноги. Вкусно, мягко, непередаваемо. Но сейчас я вам передам, как это сделать. Смотрите, пока я тут занимался болтологией, все сорта мяса у меня нарезаны. Возьму емкость, сложу все оттуда. Куриная грудка здесь попала за компанию. Она самая нежная, ее мариновать-то в принципе не надо, но чтобы вкус появился у всех кусочков интересный, она попала тоже сюда. Итак, кефир, немножко лука. Одной луковицы будет достаточно. Почищу ее. Еще такой, знаете, прием. Если вы хотите лук нанизать на шпажки, ну, просто чередуя с мясом, тогда нет никакого смысла его резать колечками. Потому что, когда вы оденете колечки на шпажку, что произойдет? Они будут провисать над огнем и гореть. И пока у вас пожарится мясо, лук весь сгорит. И что приходится хвалить того, кто жарил, говорить, ой, как я люблю горелый лук. Да, пусть горелый лук. Да фигня это полная. Смотрите, режу лук просто на четверти и разбираю его на сегменты. Вот в таком виде лук точно на шпажке будет сидеть хорошо. Если его зажать кусочками мяса, он никак, никуда, никогда не сгорит. Если даже температура будет высокой. А напоминаю, шашлык жарится на очень высокой температуре. Потому что угли тлеют 900 градусов. Где-то в 10-12 сантиметрах от углей градусов 500. Шашлык мы любим именно за того, что температура высокая, закрывает всю влагу вду 3 кусочков мяса со всех сторон. Я думаю, это повторять не надо. Из-за этого шашлык получается сочным. Никогда такого не добиться, если мы предусматриваем контактный обжар на гриле. Сразу же горячий огонь окутывает каждый кусок. Лук. Обратили внимание? Соль. Посолил. Заливаю кислым молоком. С кисшим молоком. Можно даже простоквашей, кстати. Почему бы и нет. Соблюдая колорит шашлыковый, положу специю, которая называется зира. Восточный тмин. Ой, боже мой. Обожаю этот запах. Смотрите, теперь нужно перемешать. Поперчить забыл. Поперчу еще с вашего позволения. Есть, конечно, и другие маринады, о которых хочу вам сказать. Это фруктовые. Такие как киви, папайя, ананас и пипсикола. Маринады разрыхляют мясо до состояния печени. Если вы забудете мясо в маринаде из киви, все привет. У вас через сутки будет только киви. Можно туда снова положить мясо. Опять сутки. Опять только киви. Такое мы уже проходили. Все повара над этим хихикают. И говорят, ты пробовал с папайей мясо замаринавать? Нет, попробуй. И молодой шеф-стремглав покупает экзотическую папайю, кладет мясо. А на следующий день его там не находит. Правда, это такие вещества разрыхлители там содержатся, о которых я даже не догадываюсь. Но мясо растворяется, как в щелочи. Смотрите, вот такой волшебный маринад из лука и кислого молока у меня получился. Пусть теперь стоит. Напомню, что мясо может здесь простоять и сутки. Оно у меня простоит 20 минут. Этого будет достаточно. Я попробую, как же оно будет на мягкость. Буду готовить гарнир. Переверну доску. Мясная история сегодня закончилась. Протру немножко. Вот так вот. Да? Так, а гарнир у меня будет следующий. Возьму картофель. Такой. Средний. Ну вот. Четыре картофеля мне будут достаточно. 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 Фольга. Теперь я каждую картофельную одену во фраг из фольги. Смотрите, каким образом это сделаю. Отрываю четыре куска. И беру кусок фольги, складываю пополам картофельную на центр. Внимание. Смотрите. Видите, картофель у меня как в лодочке. Да? Но края фольги чуть-чуть сверху картофельная. Делаю, подгибая их, чтобы картофель у меня показал снаружи. И потом вот такой вот фольговой рубашечкой обрамляю картофель вокруг. Так. Раз. И так каждую. Может быть, даже поменьше сделать, потому что у меня соус еще сверху будет. Да, наверное, все-таки поменьше. Вот так вот. Не очень плотно я сделаю картофель. О! Вот так. Если получается не очень красиво, ничего страшного. Вкусно будет. Уж точно. Итак, картофель отправлю в духовку. Оп. Итак, я выбрал функцию гриля. Если у вас есть таковая, греет сверху, будет великолепно, она подрумянится. 45 минут. 5 минут, чтобы разбежалась духовка, и 40, чтобы она там пробыла. Приготовлю теперь пасту для того, чтобы через 40 минут покрыть ею картофель, и чтобы он стал вот таким. Смотрите, из чего у меня будет паста для картофеля. Это овечий сыр. Ох, боже. Может, не делать пасту, так его съесть, порезав. Вкуснятина. Обожаю этот продукт. Сделанный из коровьего и овечьего молока. Это где-то 60 на 40. Так. К роликам. Сыр. Так, 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 так. Красный лук. Пельчили перец. Зеленый лук. Черемша. О. Сейчас я вам подарю отвал башки. Смотрите. Луковицы мне понадобится, наверное, одна треть где-то. Остальное до лучших времен. Так. Почистил луковичку. Луковичку. Без буквы Л. Ну, Малаховский такой деятель. Без буквы Л работает. Имидж такой. Работаю без буквы Л. Режу лук помельче. Почему красный? Да красиво. Здесь можно репчатый взять. Представляете, красный будет попадаться. Почему бы и нет? Ну, я так решил. Можно изменить, конечно, рецепт до неузнаваемости. Но лук лучше взять здесь красный. В мисочку. Так. Черемша. Тоже меленько. Вы знаете, черемша весной бывает свежая. Это когда только побеги этого чеснока вылезли из земли. Боже, как я люблю этот продукт. У него такой нежный аромат. Вкуснее салата из помидор бычье сердце, черемши и сметаны, по-моему, вообще не существует. Это очень вкусно. Я сейчас здесь пользуюсь обычной маринованной черемшой, которую мы привыкли есть в виде солений. Из этой черемши получается, кстати, великолепная солянка. Возьмите на заметку, если приметесь готовить, а у вас нету под рукой соленых огурцов или просто захочется поразнообразить меню для мужа, черемша, также порежьте перышками да протушите до мягкости. Будет сумасшедший вкус. А представляете, он в офисе скажет, на работе, что мне жена приготовила из черемши солянку. Да кто-то вообще и сотрудниц там платье на следующий день оденет новое от зависти. Теперь я режу зеленый лук. Так. Тоже в миску. В миску, в миску, в миску, в миску. Чили. Достаточно. Так. Так. Сметана еще рано. Теперь мне понадобится терка. Потру сыр. Вот такими вот. Длинными движениями. Хочу, чтобы сыр был длинным. Потерт. Красиво будет. Смотрите, я натер овечий сыр. И весь его сразу же в плошечку. Вот так. Опа. Что же еще здесь не хватает? Догадываетесь, нет? До чеснока любимого. Почему бы я не могу себе позволить немножко чеснока положить в мой так называемый охотничий картофель? Давай, очищайся. Кожура. Оп. Плодоножку давай. Чешуйки в помойку. И теперь вуаля. Режем чеснок с китайской скоростью. Оп. Оп. Помельче. Вот так. Вот так. Оп. Весь в миску. Такая брутальная паста. Получается. И для связки немного сметаны. Жирный. Жирный сметана либо сливок. И теперь делаю пасту. Такую, так скажем, замазку для картофеля. Сырную замазку. Завечего сыра с черемшой. Чесноком. Красным луком. Зеленым луком. Ну, боже. Что такое? Что такое? Сейчас бы сейчас помидорину этой сырной замазки положить сверху. Да съесть сырой, а? Как вариант. Все. Все. Здесь у меня полное понимание. Есть продукта. Отставлю в сторону. А сейчас я сделаю абсолютно сумасшедшую подгарнировку. я возьму. Включу плиту. Возьму сковороду. Смотрите. А сейчас я сделаю абсолютно сумасшедшую подгарнировку. Ну, более ее как цыганской уж точно не назвать. Смотрите. Беру приличное количество хлеба. Отрезаю корки. Хлеб я взял, кстати, такой, так скажем, экзотический. С изюмоватой. Здесь у меня здесь изюм, кориандр, орешки в нем. На самом деле это просто случайность. Я бы приготовил это из просто ржаного хлеба. Листья Дарницкого. Ну, так получилось. Плохо не будет. Вкусно будет, поверьте. Смотрите. Кусок сливочного масла достаточно большой. Да? Грамм 80. Топлю. На сковороде. Теперь налил меда. Так. Корочки долой. И теперь хлеб рву прям руками. На четверти. И в масле с медом сейчас буду это обжаривать. Сюда, мне кажется, потом добавлю кислоты. Ах, будет хорошо! Ну что, шашлык, как ты тут себя чувствуешь? Куски мяса стали все похожи друг на друга. Обратите внимание. Все белого цвета. Разобрать, где есть кто, уже практически невозможно. Этого и добивались. Протираю доску. И буду нанизывать на шпажки. Смотрите. Беру три шпажки. Четыре. Этого будет достаточно. Смотрите, какая вещь происходит. Белки у меня, которые я соединил, абсолютно разные. Свиной, куриный, бараний. Да? Говяжий. И когда вот одновременная закваска идет, и маринад достаточно, так скажем, понятный, то при одновременной закваске белки переходят в одну и ту же формулу практически. И блюдо становится не очень тяжелым. Понимаете, да? Вот что я хотел сказать. Маринад объединяет сорта мяса. Первый шашлычок готов. Разные виды мяса – это же вообще позиционно правильно. Я открою вам тайну. Допустим, торгуешь свиным шашлыком. Люди любят свиной шашлык. Раз. Вводишь в меню шашлык – свинина плюс курица. Почему бы и нет? И большое количество людей пробует именно такой шашлык. Или курица плюс креветки. Почему бы и нет? Люди попробуют такой шашлык. Или в салат. Как-то я ввел в меню салат два мяса. Его ели хорошо. Он стал хитом. Как вы считаете? Через полгода стали его есть обычно. Я ввел в салат четыре мяса. И в меню было и два, и четыре. Какой был проходимый? Да, конечно же, четыре. Люди почему-то хотят испытать вкус в одной тарелке разных абсолютно сортов мяса. Также и здесь отыгрывает история. Хлеб, как ты там? Я убавил огонь. Хлебушек жарится. Смотрите, я нанизываю на шпажки достаточно плотно. Ловлю луковые сегменты. И чередую так по наитию свинину, курицу, баранину. А вот большой кусочек попался. Опа! Четыре шпажки для того, чтобы продемонстрировать, как это получится. Я думаю, что достаточно. Сполосну руку, с вашего позволения. О, поджариваются мои греночки. Великолепно выглядит. Из-за количества меда на сковородке хорошо колируется хлеб. О, странная абсолютно вещь. Но ее на пикнике приготовить элементарно. Все это готовится на решетке, либо на прутике. Масло, мед, хлеб. Практически десерт получается. Пусть еще чуть-чуть потомится. Ну и что же. Наверное, я поступлю следующим образом. Возьму и поставлю шашлык жариться. Картофель. Как ты здесь? Да, на функции гриля хорошо ему. Хорошо-хорошо. Хорошо-хорошо. Пододвинься. Сейчас с тобой рядом будет жить шашлык. Картофель уже колернулся. И я раздвигаю фольгу, чтобы туда затекла паста. Сверху вот ее выложу. Она начнет таять. И потихонечку окутывать весь картофель. Вкуснотищий. Американцы называют такие пасты спред. Спред. Как фред практически. Это то, что намазывают на хлеб. Я эту пасту намазываю на картофель. Это такой даже, может быть, мексиканский стиль. Они любят под сырным соусом запечь картофельные. Свои крупные. Картофельные. Свои крупные. Шашлык я положу рядом. Температуру выберу агрессивную. И надеюсь, теперь это у меня доготовится одновременно. А я тем временем сделаю соус. Ой, вот так. Что хочется сказать по поводу соуса. Я возьму маленький ковшик. Включу огонь. Так. Возьму часть маринада в ковшик. В маринаде здесь соль, лук и кислое молоко. Я положу щепотку восточного тмина. Зиры. Чтобы напомнить. Так. Немножко белого вина. Немного совсем. Щепотку зиры еще. Ну, тянет положить. И подогрею это все. Может быть, чуть-чуть чеснока. Совсем маленькую. Только. Вот так вот. Получится великолепный соус. Мелко не буду резать. Пусть попадается. Отдаст свой вкус. Лук поперек. Зеленая часть. Да. Все. Соус ожил. Попробую его. Баланс кислого получился достаточно серьезный. Добавлю сахара. Все. Закипел. Больше ничего не надо. Снимаю. У меня есть 15 минут, пока готовится шашлык. Чтобы спуститься вниз, пока не пришли друзья и купить пару бутылочек прохладительных напитков. Итак. Ну что же. Подам я цыганский шашлык. Картофель тут уже точно поцыганел. Опа. Возьму тарелку белоснежную. Так, 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 так. Так, выложу вот так вот немножко гренок. Прям по центру дорожкой. Вот так. Напоминаю гренки сладкие. Мед с маслом. Картофель на какая на меня смотрит. Ну, вот эту, допустим. Вот так. Два шашлычка. Соус. Соус логично подать. Отдельно, но вот капельку я хочу полить сразу же сверху. Немножко салатного микса сбоку освежить тарелку. И чуть-чуть перца по тарелке. Напоследок. Веточка зелени лежит у меня вот сюда. Ну вот. Ну и что же у меня получилось? Такая вот монотонность тарелки. Румяный картофель, румяные хлебцы, подрумянившиеся шпажки. Попробуйте приготовить такой вариант шашлыка дома или на пикнике. Уверен, вам доставит это удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...